На главной площади Аншлаг здесь собрались первые лица области района, жители поселка. 105 лет, не шутка. Подарок на день рождения – открытие новой фотогалереи лучших тружеников. На доске почета 21 портрет. Среди передовиков производства – Виктор Власов. И днем, и ночью выходим на аварии. Проблем много, но по мере возможности стараемся, чтобы в 21 веке, как всегда, светило электричество. Жители же называют свой родной поселок маленькой Швейцарии. Здесь живут более 11 тысяч человек. Несмотря на то, что Каду исполнилось 105 лет, ученые до сих пор спорят о этимологии названия населенного пункта. Одни считают, что Каду в переводе с финно-угорского означает «медвежий угол», другие склоняются к версии, что «можжевеловая вода». Скоро здесь появится и новое место для торговли. В день поселка был заложен камень. На месте построят крытый рынок на 420 торговых мест. Уважаемые кадуичане, нам очень приятно, что сегодня в рамках проведения Дней единой России мы находимся вот здесь при закладке, как говорим, первого камня в строительство прекрасного вашего крытого рынка. Представители политического десанта провели встречи с местными жителями. Говорили по душам и в Доме ветеранов. Очень много было вопросов по газификации поселка, потому что часть поселка газифицирована, часть не газифицирована. Газопровод высокого давления проходит рядом, люди это видят, люди постоянно обращаются. Эти вопросы мы будем рассматривать в правительстве Вологодской области. В поселке Хохлова тоже праздник. Здесь собираются строить новую многоэтажку для 15 семей. Я надеюсь, что вот с началом строительства ознаменуется новый этап в развитии поселка, что за этим домом последует еще один дом, а следом будут и освещение, и хорошие дороги, и комфортные условия для проживания. Чтоб не развалился фундамент. Ну а в Центре народной культуры каждый житель может чему-нибудь научиться. Делаешь его так через кулину или через что-нибудь, через дерево так погнешь и потом его так раз, сгибаешь, заточишь. Берестяные шкатулки, изделия из глины, тканые половики. Эти и другие изделия народных умельцев Кадуйского района можно найти на каждой ярмарке области. И ремесная палата активно сотрудничает в этом году с мастерами, которые занимаются профессионально, на профессиональной основе изготовлением изделий народных промыслов. Мы предоставили возможность реализации готовой продукции на выставках и ярмарках, которые проходят в Вологодской области на безвозмездной основе. В рамках Дня Единой России состоялись медицинские и юридические консультации для населения.